Государственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма получили военнослужащие и представители силовых структур области по случаю празднования Дня Защитника Отечества и Дня Победы. Масштабный концерт организовали в городской школе детского творчества. Здесь же отличившиеся военнослужащие получили очередные воинские звания. Подробности в следующем материале. Александр Шалыгин начинал, как все, с малого. Было начальником призыва и дежурным. Отслужив 25 лет, сегодня он уходит на заслуженный отдых. Проводили, как полагается, со всеми почестями. Особенно приятно то, признается Александр Александрович, что уходит на пенсию в такой важный для каждого военнослужащего праздник – День Защитника Отечества. Хотелось бы поздравить всех военнослужащих с такой знаменательной датой – 7 мая, День Защитника Отечества. Пожелать всем огромного здоровья, терпения в службе. Ну и, как я, прослужив 25 лет, благополучно выйти на пенсию. Сегодня мои коллеги с Департамента по делам обороны Кусалайской области пригласили меня вручить грамоту от имени начальника генерального штаба. Организационной работы – большое спасибо. Ну и еще хочется пожелать самое главное, наверное, мирного неба над головой всем. Те, кто доблесть нанесут службу сегодня, получают очередные воинские звания. К слову, отличившихся немало. Это военнослужащие, которым не безразличны судьбы других людей. Они готовы в любую минуту прийти на помощь. День Защитника Отечества – это знаменательная дата, подчеркивающая значимость события, которое является одним из основополагающих и становлений независимости Казахстана. Дорогие коллеги, от всей души разрешите вас поздравить с днем Защитника Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия вашей семье, успехов в нашем совместном труде по укреплению обороноспособности нашего суверенного государства, мира и согласия нашему народу, дальнейшего процветания нашему общему дому Республики Казахстана. Гости мероприятия не раз подчеркнут, что праздники 7 и 9 мая отмечаются с разницей всего в один день, отражая преемственность защитников Отечества. Лучшие традиции казахстанской армии являются закономерным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также бессмертных подвигов участников Великой Отечественной войны. Мы всегда в канун майских праздников, отмечая День Защитника Отечества, помним тех, кто сохранил наше мирное небо над головой, тех, кто сохранил независимость этого государства. И в первую очередь хотел бы отдать дань уважения нашим предкам, нашим дедам, которые сохранили это государство и которые мы продолжаем защищать, в том числе это армия Республики Казахстана. От себя лично и от Акимата города хочу вас еще раз поздравить. Мы также никогда не оставляем без внимания эти праздники. Буквально вчера на улице города мы установили пять баннеров по теме 7 мая, по теме призыва в армию. Этот вопрос всегда у нас стоит на особом внимании. Завершилось мероприятие насыщенной концертной программой. Приглашенные танцевальные коллективы области подарили всем присутствующим хорошее настроение. И заряд позитивных эмоций.